Друзья, всем привет! Очередной передний ведущий мост на колею 70 см готов и отправляется в Республику Татарстан, город Альметьевск. Сильно подробно видос не снимал, так как это уже было показано, рассказано на канале несколькими частями. Вот. Так, заснял отдельные моменты, которые посчитал нужным. Кому интересно, смотрите ролик до конца, обязательно оценивайте, пишите комментарии, переходите на мой канал Дзен, там подписывайтесь, мужики, подписывайтесь, также оставляйте комментарии. Помогите мне его раскачать, за что буду очень вам признателен. Вот, как-то так. Ладно, хорэ-ля-ля. Погнали смотреть. Опять передний ведущий мост, опять колья 70, но в этот раз уже без тормозных этих дисков. Пришлось пересчитывать все заново, чуть другие размеры, но тем не менее колья не от этого не меняется, и чулок не меняется по размерам. Сейчас еще один флянец крулый вырежу, прихвачу сюда и там уже буду смотреть. Как-то так. Шлицы также же нарезаны. Все как всегда. Ну что, с праздником всех! В общем, продолжаю делать мост передний ведущий. Вот, сделал уже чулок, обварил все тут, зашлифовал. Фолянцы поваривал, да? Полуося укоротил, на колье у 70. В принципе, чулок у меня остался по тем размерам. Единственное изменился размер полуося. Фолянцы чуть дальше будут стоять. Ну и здесь тоже чуть-чуть. Рычаги уйдут дальше. Чуть-чуть. Ну, такие вот дела. Все работает. Все крутится, вертится. Здесь индикатор. Не стал его приваривать. Сделал он таким прикручивающимся. Вот. Проверял зазоры. Не по наружной стороне. Вот со стороны шайбы. Здесь она такой островатый край. И очень видно шлицы хорошо. Потом бумажку подложил, чтобы белый фон был. Ну, может быть там какая-то там соточка биения. В общем, она не критична. Главное, что нету вот такого заметного овала, да? По гуси взаимозаменяемые. Они абсолютно одинаковые. Сейчас, если даже их поменять местами, индикатор не снимая, будет идеально. Я уже и так, и так проверял во всех плоскостях. Вот. Поехал. Купил себе проволоки уже две тысячи рублей. Самую дешманскую нашел. А так есть и дороже. А, и штангель себе купил. Вот такой. Вот такого плана штангу. У меня есть вот цифровой, да? Старый где-то тут убитый. Вот он. Вообще тут затертый. И цифр не видно. Но я его так оставил на... Заточил на чертилку. Чертить. Пускай будет. И проверил, кстати, метод электроны по сравнению с вот этим. Одинаковые показания показывают. Сначала промерял тут гайки брал. Промерял здесь. Смотрел цифры. А потом тупо туда. И они блин, до сотой совпадали. Я говорю, до десятой. Здесь оно сотками показывает. Вот. Шкала. До сотой. Точно показывает. Для меня к нему что-то доверия не было. А он, оказывается, довольно-таки неплохой штангель. Ну, вот такие вот дела. А проволоку взял. Ну, мало ли, сейчас она закончится. Магазины все закрыты. Сейчас будем варивать рычаг нижний. А там посмотрим, как пойдет. В общем, прихватил рычаги. Ну, хотел уже было обваривать косынки, вставлять. Вот такой шаблончик сделал. решил все-таки промерить. Вырезал вот такие вот косыночки. Будут вставляться. Тут пропилы сделаны болгаркой. Так, чтобы вот здесь. В прошлый раз я вот здесь выделывался такую, загаулину делал. В этот раз все по-простому. Ровненько, четко, ножницами вырезается все это потом из металла. Остановись. Вот так вот. Четырех. Тут два и там два. Шаблончик, он индивидуальный. Может быть, по-разному. Сохраню на всякий случай. Прошлый не сохранял. Да и делать его там ровно одну минуту. Ножницы. И все. Капец так. В общем, решил все-таки проверить, не ошибся ли я на центр колея 70. Это без тормозных дисков. Все правильно. Расчет произведен верно. Отлично. Сейчас его переверну с той стороны. Прикину, что получается. Саня Лукинский, молодец. Сейчас кран сделает себе и еще раз облегчит задачу. Не надо тягать. Так, колеса более-менее ровно. здесь верхних рычагов колеса разъезжаются. Вот так вот. Но, тем не менее, если их поставить правильно, вот так сюда. Ну, здесь я зазорчики оставлял чуть-чуть на развал на шлицах. Все, 70 есть. Здесь есть. Можно обваривать. Никаких проблем с этим нет. Вот, как-то так. Так, обварил, мужики, косинки, точнее, поваривал. Вот так все это дело выглядит отлично. Отлично. Получилось. Шовчики вообще замечательные. Шлифовать не буду. Ничего. Мясо пускай остается, как я люблю говорить, лишним не будет. Все, пускай остывает. как раз пойду пообедаю. Сливная пробка не задействована, точнее, не зацеплена. Все стоит четко. Вот, мужики, делаю шайбы вот сюда. 3 миллиметра толщина и коронкой на 35. Отлично пробурил. Сейчас покажу. На штатив поставлю. Вот еще одну буду бурить. Маслица конечно чуть подкапываю. На сухую могут сгореть запросто. По-моему на 18 я уже подпалил зубы. Поэтому теперь добавляю маслица. Ну бывает, бывает. Вот такие дела. Вот Серега Бородин, по-моему фамилия, он использовал шайбы вот эти. Ставил, делал их квадратными через вот эти маленькие для направляющих отверстия прикручивал. можно прижимать. Но эти вещи могут еще пригодиться. Поэтому мне проще сделать с меньшим диаметром как раз полуось вот здесь вот так она будет скользиться. Вот примерно минимальный зазор. Подшипник будет закрытый по крайней мере. Большая его часть. Вот как-то так. все сейчас бурану в принципе получится. У меня как всегда на камеру начинает получаться лучше всего. Вот 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 « в вот 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 под Продолжение следует... Продолжение следует... Да, без станка, конечно, чуть неудобно, но тем не менее на 35 запросто можно засверлить. Так, ну, шайбы сделал, понятно, короче, прокладки вот такие у меня из паранита, вот сюда, подшипник же он выступает немного, вот паранит у меня по толщине, и он как раз практически, ну, чуть-чуть больше, вот, чтобы дистанцию, чтобы шайбу не крутило. Да, здесь под восьмерку просвелено, здесь, по-моему, я не помню, 12 что ли, по-моему, 12, это здесь, там десятка идет с той стороны, внутри чуть шире, но тем не менее, этого достаточно, тут держать крышку, нагрузки вообще на нее никакой. Вот, одну я уже прикрутил, зазора, вот там до подшипника она не достает, даже если притянуть, подшипник он, вот это кольцо до крышки никак не достает. Ее можно на герметик будет посадить, но это пускай человек сам садит, а нет, можно и так прикрутить. Это чисто, чтобы подшипник не вывалился. Вырезал, внутрянку вырезал, обычная коротка для гипсокартона, здесь подшипник, по-моему, 72 померил, а у меня она идет на 74, поставил, остальное поснимал, и все, отлично вырезает, а это снаружи, отчертил по флянцу и ножницами по металлу вырезал, да и все, вот так вот это получается. Все, осталось теперь только прикрутить, и можно даже флянцы уже и не снимать, а работать с полуосями, вот. Как-то так, не, ну как не снимать, все равно снимать придется, потому что варить рычаги, но тем не менее, в дальнейшем полуося будут вставляться, сниматься уже так. Как-то так, все, сейчас прикручиваю, ставлю редуктор, сальников там нет, потому что все равно приваривать, варить, я их повыбивал, где-то тут валяются старые. Все, работаю со старыми сальниками этими, если надо поставить, я их забиваю, надо снять, я их выбиваю, вот, пока все дело здесь не заварится, не приварится, потому что это все будет еще греться сто тысяч раз. Ну, такие вот дела. Как-то так. В общем, вырезал вот такой шаблончик и вырезал абсолютно четыре одинаковых уха, вот таких сейчас надо будет разметить, может даже между собой прихватить сваркой в трех местах и разом просверлить, чтобы все, как говорится, стало на свои места, вот как-то так, как-то так. Ну, все, размечаю. Так, мужики, прихватил верхний рычагик, точнее крепление и поставил луазовскую резину на девятошных дисках или восьмерочных, да, с переднеприводной машины. Вот, и смотрите, что получается, по центрам здесь на центре и здесь на центре 68 сантиметров, также точно из той стороны, я его только-только-только перевернул, 68 сантиметров. Сейчас поставлю резину, точнее диски, штампы Жигулевские, именно Жигулевские, и резина там не имеет значения. Тут имеет значение сами диски. Вылет, у всех дисков вылет разный. Вот такие вот дела. То есть, с вот такими окнами, у них вылет диска больше, да, посадка глубже. Поэтому и получилось так, что 68. Сейчас поставлю колеса шестерочные. Так, поставил шестерочные диски. Ну, то есть, штампы уже с круглыми отверстиями. Так же на центр и выходит здесь колья ровно 70 сантиметров. Вот она разница, казалось бы, да? Вроде все одинаково, но на самом деле здесь один вылет, там другой на третьих дисках третий. Вот, и так далее, там подобное. Поэтому всегда нужно считать на те диски, которые будут устанавливаться именно на мост. Вот такие вот дела. Так, перевернул мост вверх ногами. Колеса поставил более-менее ровно. Ну, здесь понятно, смысла нет мерить, только вот напротив рычагов. Так же на центр. Так же проверяем колея 70. Все, закуса нет. Все это проверим во всех положениях. Ну, конечно, крутится туго, как и поворачивается. Все новое. Гранаты сухие, шаровые тугие. Вот, как-то так. Впрочем, кто делал, тот знает. Вот так вот все получается. Смазывать я их не буду. А то пишут, ты забыл пыльники поставить, ты забыл кольца поставить, фиксирующие, которые в гранату заходят. Мужики, я их не ставлю, я их отправляю заказчику. Заказчик сам набьет смазки, потому что запрещено транспортной компании пересылать горючий смазочный материал. А я не враг сам себе, чтобы ко мне претензий никаких не было. Вот. Так же не ставлю кольца, чтобы легко можно было снять гранату. Человек снимет, набьет смазки, поставит кольцо, поставит пыльник, оденет. Все. На этом процедура все, закончена вся. Мост будет без редуктора. Человек говорит, мне лишний вес не надо, редуктор мне не нужен. Я, говорит, поставлю свой, какой посчитаю нужным. Вопросов нет. Мое дело маленькое. Сделать мост на колею 70 сантиметров. Очередной ПВМ на колею 70 сантиметров сделан.